Всем привет! Вы на канале Автоостров. Здесь мы рассказываем об устройстве и запчастях автомобиля простым языком. Сегодня поговорим о том, что такое свечи зажигания. Вот как выглядит классическая свеча зажигания. Свечи зажигания используются в бензиновых и газовых двигателях для восполнения топливно-воздушной смеси. На кончике свечи под действием высокого напряжения возникает разряд. Он же является искрой, которая и воспламеняет топливно-воздушную смесь внутри цилиндра двигателя. Принцип возникновения заряда на кончике свечи можно объяснить на примере обычной батарейки. Если соединить полюса батарейки между собой, то между ними возникнет маленькая искра. Я буду соединять эти полюса с помощью обычной металлической булавки. Сейчас я немного притушу свет и покажу, как возникает искра. На самом деле на реальной свече процессы происходят немного по-другому. Здесь есть некоторое расстояние между электродами. Таким образом, давайте рассмотрим конструкцию свечи. По сути, она состоит из двух электродов. Есть центральный электрод черного цвета, который проходит через всю свечу. И есть боковой, так называемый, электрод синего цвета. Центральный электрод обладает положительным зарядом, а корпус, или же боковой электрод, обладает отрицательным зарядом. Причем корпус свечи связан непосредственно с корпусом самого автомобиля. А центральный электрод в этом месте, через высоковольтные провода, связан с системой зажигания. Принцип работы основан на том, что катушка зажигания создает напряжение, вот здесь разность потенциалов, так сказать, в несколько десятков тысяч вольт. Поэтому между электродами происходит разряд и возникает искра. Также в конструкции свечи присутствует изолятор, изображен у меня на доске зеленым цветом. Он не позволяет, так скажем, проскакивать электричество между центральным электродом и синим корпусом, чтобы между ними не было никакой электрической связи. Вот что из себя представляет классическая свеча зажигания. Вот это непосредственно сам изолятор, который на доске у меня изображен зеленым светом. Это центральный электрод, который проходит через всю свечу. И вот это сам корпус металлический. Также с корпусом соединен и боковой электрод. Свеча зажигания устанавливается в цилиндр двигателя вот таким вот образом. Она вкручивается в сам корпус, оголовок так вот торчит, и наверх одевается высоковольтный провод. И вот этой внутренней частью она находится непосредственно в самом цилиндре двигателя. Свеча зажигания работает в диапазоне от 500 до 900 градусов Цельсия. Если температура поднимется выше 900 градусов, то будет возникать так называемое калильное зажигание. То есть корпус свечи раскалится до такой степени, что просто он сам по себе будет воспламенять топливно-воздушную смесь. То есть не нужно будет никакой искры, чтобы произошло зажигание. При калильном зажигании будет происходить преждевременное зажигание топливно-воздушной смеси. Двигатели будут троить, и будут с ним различные проблемы, износ и так далее. Но с другой стороны, если рабочая температура свечи опустится ниже 500 градусов, то здесь будет образовываться на электродах нагар, и свеча будет закоксовываться. По этой причине у свечей зажигания есть очень важный параметр, который называется калильное число. По этому числу свечи условно подразделяют на три категории. Это холодные, средние и горячие свечи. Холодные свечи устанавливаются на форсированных двигателях большой мощности. То есть эти двигатели работают под большими нагрузками, в них возникают большие температуры, которые достигают почти верхнего предела под 900 градусов, выше которой уже будет возникать калильное зажигание. Поэтому холодные свечи сделаны таким образом, чтобы максимально больше отводить тепла. Вот это пример классической холодной свечи. Она имеет очень длинный корпус, и всей этой длиной она передает тепло от себя на корпус самого двигателя. Горячие свечи применяются в двигателях малой мощности, которые работают на более низких температурах. И горячие свечи разработаны таким образом, чтобы они сами себя не охлаждали, то есть была снижена теплопередача от самих свечей дальше к корпусу двигателя. Ну и как вы поняли, существует также средняя категория свечей, которые находятся в промежутке между холодными и горячими свечами. Итак, калильное число – это очень важный показатель для свечей зажигания. Оно зависит от мощности двигателя, от давления камеры сгорания, также зависит от типа топлива и некоторых других параметров. Кстати, получить консультацию по этому вопросу и подобрать свечи для вашего автомобиля вы можете в нашем интернет-магазине автоостров.бай. Ссылочка в описании. По количеству электродов существуют двухэлектродные свечи, конструкция которых показана в моей доске, и многоэлектродные. Вот конструкция классической двухэлектродной свечи, то есть есть один центральный электрод и один боковой электрод. Это пример свечи с двумя боковыми электродами. А это пример свечи с четырьмя боковыми электродами. Один, два, три, четыре. Самое интересное, что все производители различных вот этих свечей с различным числом боковых электродов утверждают, что их свечи самые лучшие. Они говорят, что если у вас будут два боковых электрода, то это улучшит ваше зажигание, и тем более уже если это будет 4 электрода. Но если вы спросите мое мнение, то я скажу, что ток движется по наименьшему пути сопротивления, и в какой-то конкретный момент времени сначала срабатывает один электрод, а уже потом, через какое-то количество времени, второй. Поэтому я считаю, что неважно, сколько у вас боковых электродов, гораздо важнее это материал центрального электрода. Но в пользу многоэлектродных свечей я могу сказать, что скорее всего срок эксплуатации их выше, чем просто обычных классических. Поскольку сначала изнашивается один боковой электрод, затем следующий. Но при этом стоит учитывать, что у вас все-таки остается один центральный электрод, который тоже изнашивается. Также существует классификация свечей по материалу центрального электрода. Напоминаю, что вот он наш центральный электрод. Этим материалом может быть, к примеру, никель, иридий, платиновое напыление или же серебряное напыление. Также существуют различные комбинации вот этих материалов, а также классические медные составы. Также хочу отметить, что существует классификация свечей зажигания по форме самих электродов. Есть различные U-образные формы центрального электрода и так далее. Срок службы свечей зависит от их конструкции и примерно составляет от 30 до 60 тысяч километров. Основными причинами неисправности свечей зажигания является износ вот этих самих электродов и также закоксовывание вот этого пространства между ними. Спасибо за просмотр! Ставьте обязательно лайки и подписывайтесь на наш канал. Всего доброго! До новых встреч!